Эдвард Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте. 2020 год был очень сложным годом. 2021 также начался с тревожной статистики. Открывая социальные сети, лента новостей, пестрила возгораниями и пожарами, которые были зафиксированы на территории Полевского городского округа. Попросту скажем, мы горим. А что становится причиной возгораний и что чаще всего горит в Полевском? Ну, хотелось бы мне, во-первых, сказать, что праздники прошли не без происшествий. На сегодняшний день в Полевском городском округе идет рост количества пожаров. На сегодняшний день уже произошло 5 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года у нас идет увеличение на 3 пожара. К нашему счастью, при пожарах не погибло и не пострадало людей. Это касается этого года? Да, это касается этого года. Причины пожаров у нас в основном, так скажем, что у нас причины пожаров можно на пальцах посчитать. И у нас в основном пожары происходят из-за неправильной эксплуатации печного отопления, а также короткого замыкания электропроводки. Ну, бывают случаи, да, из-за неосторожного обращения с огнем. Это, наверное, основные такие три причины пожара. Что чаще всего горит? Чаще всего горят бани, садовые дома и, наверное, частные жилые дома. То есть у нас уже на сегодняшний день, если разбить по объектам, вот эти произошедшие 5 пожаров, то 3 пожара произошло в домах и 2 пожара в банях. А если вернуться к статистике прошлого года, конец декабря выдался особенно жарким. Горел частный сектор и там, к сожалению, не обошлось без трагедии, без смерти в огне. Все верно. Декабрь у нас был жарким. Там буквально через день у нас случались пожары. Был очень трагический пожар у нас на частном секторе на улице Партизанской. При пожаре погибло 3 человека. Материалы проверки переданы в следственные органы. То есть теперь они занимаются данным пожаром. И буквально через 2 дня произошел пожар, при котором погиб еще один человек. То есть конец 2020 года действительно был жарким. Какие мероприятия проводятся вашими коллегами для того, чтобы предотвратить подобные случаи? Может быть они начнутся сейчас или они были проведены, какие-то рейды уже в эти, что называется, постновогодние дни, каникулы? Сотрудниками отдела во все эти праздничные дни проводились ежедневно профилактические рейды. Также совместно с сотрудниками 64-й пожарной части профилактические рейды были направлены на обследование как и частного сектора, так и многоквартирных жилых домов. То есть людям разъясняли требования пожарной безопасности. Напоминали телефоны вызова пожарной охраны, напоминали действия при обнаружении пожара. То есть вручались им памятки также. Но, так скажем, наиболее сильный контроль у нас осуществляется за семьями, которые находятся на учете в органах социальной опеки. С ними также было проведено в праздничные дни два рейда по местам проживания таких семей. Ну, та же самая работа с ними ведется, но там плюс еще как бы дети. И с ними тоже общаемся. Какова главная проблема Полесково-городского округа с точки зрения Госпошнадзора? Мы беспечны, мы невнимательны, мы безалаберно относимся к своему имуществу, если это касается, вот, к примеру, печного отопления, да, или же неосторожного обращения с огнем? Да, я думаю, что вы правильно подметили, что это безалаберность людей. Потому что ни один пожар не происходит без, так скажем, людей на любой пожар, то есть они как-то, ну, человеческий фактор, присутствует человеческий фактор. То есть случился пожар по неисправности печного отопления, значит, хозяин дома не следит за своей печью. Если пожар случился по неисправности электропроводки, то есть необходимо обратить внимание, да, людям также на состояние своей электропроводки. То есть и дома, и квартир ни в коем случае не стоит перегружать электрическую сеть. Сейчас идет зимний пожароопасный период и часто используют обогревательные какие-то приборы, но не учитывая то, что идет достаточно большая нагрузка на электрическую сеть дома либо квартиры. То есть в каждой комнате, если ставить в розетку, да, то есть какой-то обогревательный прибор, то все-таки не стоит надеяться на лучшее. То есть авось, как говорится, на русский авось надеяться не стоит. Вот, ну и осторожное обращение с огнем. То есть здесь необходимо и за собой, так скажем, следить и следить за детьми, все это в первую очередь, и людей, которые тебя окружают, также необходимо смотреть. Спасибо.